Только что завершилась прямая линия с главой Северной Осетии Сергеем Миняйло. Руководитель региона больше трех часов отвечал на вопросы жителей республики. Среди тем, которые интересовали людей, здравоохранение, образование, ЖКХ, модернизация транспортной сети и многое другое. Свой вопрос можно было задать как в прямом эфире, так и позвонив по телефону горячей линии. Об итогах в материале Алины Сгоевой. Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Любокондратенко в Моздокском районе не оборудован. Люди жалуются физически, он есть, но помощь там оказывать нормально не могут. Помещение маленькое, его надо оснащать. О проблеме знают в Министерстве здравоохранения. Ее решат в 2023 году. Модульных фапа закуплено для трех населенных пунктов, в том числе и для Моздокского района. У нас министр здравоохранения есть на связи? Да, в следующем году в рамках нацпроекта запланировано строительство фельдшерского пункта в данном поселке. Время строительства до июля следующего года. И, соответственно, в следующем году ведем в эксплуатацию данный фельдшерский пункт. И, кроме того, откроем розничную торговлю препаратами. Наряду с льготными препаратами. Никакой приватизации воды не будет. Передача предприятия в Латсток в собственность республики означает вливание от только бюджетных средств. А это уже говорит о том, что коммерческие интересы тут исключены. Что касается тарифов, то в нескольких районах их будут усреднять. И, соответственно, о гигантских ценниках речь идти не может. Для того, чтобы выяснить межтарифную разницу, да, мы будем выходить на экономически обоснованный тариф. Но будем адресную помощь оказывать, как это и положено. Вот я ветеран боевых действий. Я плачу 50%, должен платить 50% за проживание. Я плачу 100%, но мне возвращается защита, компенсирует 50%. И, значит, есть категория льготников, которым это надо делать и будем делать. И, в принципе, вся категория льготников, как федеральных, так и региональных, она у нас есть. Социальные вопросы в прямом эфире звучали чаще всего. Бывает и такое, когда люди годами бегают по инстанциям, а проблема из обычной и простой становится многолетней. С этим столкнулась жительница Лагира. Она не может получить инвалидность. Прямо во время эфира ее жалобу взяли на контроль. В эфире много говорили и про капитальный ремонт школ, детских садов, отсутствие пандусов в центре города, критическая нехватка врачей-онкологов в районах. Сейчас заканчивает обучение несколько целевиков. И, соответственно, в следующем году, надеюсь, эту проблему мы решим. Суслан Аркадьевич, вы, пожалуйста, решите, пока будете решать эту проблему в соответствии с земским доктором, там еще как-то и так далее. Вот у нас есть онкодиспансер. Вы сделаете так, и надо дополнительную ставку открыть. Давайте будем поощрять, чтобы, допустим, три дня в неделю онколог работал в Моздоке, а остальное время здесь. Чтобы люди просто знали, пока не найдем штатного онколога в больницу. Понятно, да? Да, Сергей Иванович. Проблема бродячих собак – одна из самых наболевших. Глава в прямом эфире пояснил, с 2019 года в 12 раз увеличили финансирование питомников. Надо работать с общественностью, доводить до людей, что животные на улице – это еще и ответственность самих хозяев. Решение проблемы строительства, только строительством питомников, ну, к сожалению, мы эту проблему не решим не быстро, да, но и длительный процесс будет. Да, у нас каждый день, вот по Владикавказу, каждый день пять или шесть бригад ездит, которые отлавливают. Сейчас я заставлю это сделать в Моздоке тоже, да. Но у нас не только же в Владикавказе, в Моздоке, у нас и в других городах. Ну, в каждом городе, нашем населенном пункте строить питомник, друзья, это, наверное, неправильная история. Поэтому тут надо еще и общественность привлекать и воспитывать. Почти 300 звонков и 500 сообщений в соцсетях, больше трех часов эфира. Многие вопросы должны решаться на местах. Но вот такие форматы иногда бывают очень нужны. Ведь порой именно на уровне главы региона какие-то проблемы сдвигаются с мертвой точки. Те вопросы, которые не попали в эфир адресно, уже направлены в ведомство. Все они зафиксированы, итоги их будут известны в самое ближайшее время. Алина Цгойва, Бимбол Адзуцев, Новости Осетии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова